Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте его истинное желание в отношении вас. Девочки, истинное желание, несмотря на карту, нет, ну вы смотрите, конечно, да, но на самом деле истинное желание одарить вас, да, это не обман, это же не старший аркан дьявол, это рыцарь Пентакли, то есть сделать вам подарок. Давайте посмотрим, какие еще истинные желания, потому что вот крутится у меня, идет информация о серьезных намерениях, да, о переменах в ваших отношениях, но он пока окончательно не решил, честно говоря. Так, еще ждет от вас, то есть он не может решить без вас. И это нормально, потому что есть у него серьезные намерения. Он без вас может, да, решить, подарить вам подарок, но без вас он не может решить что-то серьезное. Задумайтесь, мужчина не понимает, хотите ли вы перемен, хотите ли вы серьезных отношений, потому что очень часто так бывает, что вы хотите, ну, по совету там многочисленных психологов, скорее всего, ну, я имею в виду, которые есть в интернете, скорее всего, вы скрываете свои истинные цели. И для того, чтобы не обжечься, не ошибиться, да, не показываете мужчине серьезность своих намерений. Смотрите, тут должна быть золотая середина на самом деле. Психологи, я не могу сказать, что они неправы, частично они правы, но нужно объяснять этот момент, потому что, да, для того, чтобы были серьезные отношения, чтобы у мужчины зарождалось желание к серьезным намерениям, нужно, чтобы в отношениях была легкость, и чтобы вы излучали счастье. Но это совсем не значит демонстрировать мужчине, что вы вообще серьезных отношений не хотите. А зачастую так и происходит. Вот спросите девушек, которые, ну, может быть, вы сами такая, да, и поймете, о чем я говорю, которые свободны, ну, или которые не замужем, так скажем, да, не состоят сейчас, на данный момент, в официальном браке. Хотят ли они замуж? Ну, вот, большая часть, я не говорю, что все, большая часть скажут, что нет, замуж я уже не хочу, я там была, ничего там хорошего нет, я не хочу. Вот это вы, мужчине, и демонстрируете. Поэтому мужчина и не знает, хотите ли вы серьезных отношений, потому что проецируете вы ему совсем другое. И проецируется это не то, что вы говорите. Это не через слова, не через действия. А вы реально себя убеждаете? Да ну, да не хочу я замуж, да зачем? Да не нужны мне эти отношения. Это вот опять повторится то, что было. И таким образом вы, мужчине, не говоря об этом, стараясь привлечь мужчину, если вы свободны, или строить гармоничные, счастливые отношения, вы проецируете ему то, что у вас внутри. Вы сами того не замечаете, хотя я могу считать, могу даже вам показать, скажем, на личной консультации, какими словами и действиями вы это проецируете. Ну, то есть, да, это выражается в словах, в действиях, но вы этого сами не замечаете. Мужчина, скорее всего, вы же не говорите ему напрямую, я не хочу замуж. Хотя, может быть, кто-то из вас и говорит. Или я не хочу серьезных отношений. Но вы настолько себя убедили и настолько в это сами поверили, что вам из-за того, что где-то слышали, кто-то сказал, может быть, даже курсы какие-то проходили, что надо мужчине показывать, что вы не хотите замуж, и тогда он обязательно сделает вам предложение. Но это немножко не так работает. Мужчина должен понимать, что вы, девушка, только для серьезных отношений хотите, только серьезных отношений, что вы хотите замуж. Но вы не просто хотите замуж, а вы хотите гармоничных, счастливых, уважительных отношений. Отношений, в которых будет любовь, взаимопонимание, взаимоподдержка. Почему-то вот идет мне слово взаимовыгода. Ну, для некоторых, наверное, это тоже важно. Ну, это ценности. И, соответственно, такие же ценности должны быть у мужчины. А для этого что нужно? Разговаривать с мужчиной и спрашивать у него, какие у него ценности, чего он ждет, как он видит отношения. И не факт, что он скажет правду. Так же, как и вы, под действием психологов, курсов, воспитания, социума. Но вычленить в том, что он говорит, это можно. И это очень легко. Спросите его о его друзьях или родственниках. О том, какие у них отношения. Или о его родителях. И послушайте, что он говорит. Что он говорит об этих отношениях хорошего, а что не очень. Вот это и будет правдой. То есть, вот как-то вот так. Так что у мужчины, на самом деле, серьезные намерения. Он готов для вас очень много делать. Готов даже вас обеспечивать. Готов даже, я бы сказала, на брак. Но он не знает, нужно ли это вам. Ждет от вас активных действий. Действия я не имею в виду. Сделать ему предложение. Кстати, только сегодня футаж скачала, где девушка делает мужчине предложение. Нет, совсем не об этом. А проецировать ему правильно. Для этого, что такое настроение? Это нас трое. Это составляющие личности любого человека. Поэтому настроить себя для начала. И когда вы внутри себя это настроите, то тогда и проецировать вы мужчине будете то, что вы реально хотите. А не отталкивать его. Для детального рассмотрения, может быть, даже для проработки конкретно вашей ситуации, пишите на вайпер или ватсап по этому номеру. А внизу еще подарок для незамужних женщин в описании и в моем первом комментарии.